Таллинн, Эстония. Военное кладбище. Место, где нашел свой окончательный, надеюсь, покой, небезызвестный бронзовый солдат. Памятник, которому было суждено сыграть роль яблока раздора, поссорить два народа, проживающих в Эстонии, русских и эстонцев. Произошло это примерно 15 лет назад. И сегодня, 9 мая, в день, когда весь мир, кроме трех стран, празднует победу над фашизмом, я расскажу тебе начало этой истории. Пошли. Машина, мост, который хотел, поднимутся. Пошли. Огонь, аплодиньи! Пошли. 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 И вот, кроме кромкости. Наши слова. И вот, кроме кромкости, побежали. Вот он, бронзовый солдат, памятник неизвестным героям, как и, собственно, в любой стране он стоит. И 9 мая каждый год, начиная с 45-го, огромное количество людей несут сюда цветы. Близко я не пойду, очень много тут силовиков, я не хочу привлекать лишнее внимание. Ну, ты понимаешь. Проблема в том, что бронзовый солдат не всегда стоял здесь. А раньше он стоял совершенно в другом месте, на площади свободы. Туда мы сегодня тоже прогуляемся. И, к сожалению, перенос его сюда был связан с очень грустными событиями, когда обычные люди становятся жертвами политических интриг и грязных игр корпораций. Здесь, я думаю, ты видел уже достаточно. Продолжим с площади свободы. Вечная память героям, положившим свои жизни и здоровья в борьбе с фашизмом. И низкий вам поклон. Вроде как спокойнее. Чем уникальное это кладбище, и чем оно отличается от предыдущего местонахождения, то тем, что оно военное. То есть тут лежат и русские, и немцы, и эстонцы. И много еще кого тут лежит. Каждый из них сражался за свои или чужие идеалы. И пал смертью храбрых на войне. Которая, по большому счету, всего одна цель. Обогащение тех, кто эту войну организует. Никакой другой цели у воин отродясь не было. Вон, пожалуйста, монумент борьбы за независимость Эстонии. Сейчас данную тему я рассматривать не буду. Расскажу чуть позже. Но понимаешь, то есть с этой стороны лежат те, кто пали в освободительной войне. Тут еще и про Первую мировую есть детали, не важны. А вон там, где огромное количество народов, уважаю этих людей, молодцы, пришли. Там те, кто спасли мир от ужа фашизма. И абсолютно не важно, красные они были, белые, коммунисты или кто вообще. Это были люди, которые не пожалели свою жизнь, чтобы защитить нас с тобой, белый мой зритель. Это никогда не должно быть забыто. И мы обязаны, обязаны быть им благодарны. Людей все больше и больше. Кстати, силовички наши ведут себя на удивление адекватно. То есть тихо, спокойно, вежливо, чутка патрулируют, никого особо не трогают. Здесь, естественно, у нас нарушение социальной дистанции. Однако, ни до кого не докапываются. То есть все хотят провести тихомирно, молодцы. Однако, уже несколько поздно. Продолжим с другого места. Продолжим с того скверика у бульвара Свободы, где когда-то стоял бронзовый солдат. Вот там могут быть проблемы. Поэтому заранее, я же не знаю, что будет. Но постараемся. Как бы в мои планы точно не входит провести ночь в КПЗ. Так что будем вести себя тихо и аккуратно. Пошли. Проспект Свободы. Центр эстонской независимости. У меня сразу же возникает вопрос. Свободы от кого? Независимости делать что? Реально свободным? Свободным может быть разве что Китай. И то не факт. Мы как бы все существуем в мире. То есть, по сути, что произошло вон там. Эстонская освободительная война 18-го, 20-го. Стали свободными от России. И поменяли хозяина. Теперь это у нас кто? Евросоюз? Ну, судя по флагам на автобус американцы. Свобода делать что? Жрать гамбургеры. Избивать вот на этой площади собственный народ. Я тебе вставочку сделаю. Свобода на беспорядочные сексуальные отношения. Свобода на однополые браки. Свобода в перспективе разрешить педофилию. Все идет к этому. Возраст снижают. Ответственность повышают. И так далее. Вот этой свободы вы хотели, господа? Я вас не вполне понимаю. Вот честно. Не мог я пройти мимо этого достойного места. Вон там. Смотри, какая инсталляция. Вон, видишь? Независимость. Свобода. Какая независимость? Какая свобода? Была когда-то в советской истории промышленность. А чего сейчас? Ну, какие-то заводы типа есть. Но они исключительно сборочные. Используют нас как дешевую арабскую силу. Евросоюз использует. Шведы, финны. Я там работал, я в курсе. Отношение к нам примерно такое же. Как к африканцам. Или латиноамериканцам. А мы же вроде как белые люди первого сорта. Однако ж нет. Не, ну на бумаге-то оно все, конечно, красиво. А по факту, а по факту все далеко не так. Как-нибудь расскажу. Вот она свобода, да? Вот она независимость. Вот для чего это все. Чтобы уйти от одного хозяина. Не такого уж и злобного по большому счету. Ангелов вообще не существует. Покажите мне ангельский народ. Наверное, американцы, которые святыми бомбами со святых авианосцев бомбили Ирак, Сирию, Вьетнам. Ну и так далее. Собственно, продолжим. Сейчас попробую дотопать до скверика, где все началось. И если меня там не повяжут, ну судя по тому, что сегодня все тихо и спокойно, не повяжут. Тогда расскажу тебе самое интересное. Пошли. Ну, вон оно у меня за спиной. Привет тебе, в эту сторону монитора. На связи Ваня Сенеча. Вирус доброты. Но сегодня я что-то не очень добрый. Начало ты видел. Теперь начнем с самого начала. Итак, примерно 15 лет назад Монумент бронзовому солдату стоял вон там. Вот этот самый троегольничек, видишь? Он сейчас огорожен. Вроде как никого нет, но я уверен, что полиция наблюдает и патрулирует. Потому что некоторые бунтари вроде меня любят ложить цветы никуда положено, а туда. А официальные власти этого не любят. Вот здесь, рядом с бульваром независимости, ну, вон там, да, стоял раньше этот бронзовый солдат. Ну, ладно бы с ним, что солдат. Солдат, он как бы памятник, он стоит себе и стоит. Но вместе с ним было также захоронено 9 человек. Ну, случайно, по-моему, взятых. Подробности не помню. Вот. Погибших при защите Таллина. И стоял он себе, и стоял, но мешал видать фильм. И вот тут началось. У государства есть своя версия, но моя несколько отличается. Замечательный фильм есть на тему тех событий о переносе памятника. Бронзовый раскол, русская версия. Ссылочку дам, там или вон там, да, посмотришь. А я расскажу вкратце. Итак, рядом с этим бульваром свободы стоял, значит, са, бронзовый солдат. Памятник воинам-освободителям, спасшим мир от фашизма. С чем, по-моему, спорить бесполезно. Это факт. Неважно, русские, нерусские, поляки, дистанции, коммунисты. Суть в том, что спасли мир от фашизма. И за это низкий импактон и вечная память. Так вот. Но сильно он, видать, мешал одному товарищу, который сегодня он играет джаз, а завтра он выйдет на нас. И имен не называя, и так все прекрасно. Решил вот этот памятник переместить, снести и перезахоронить, соответственно, тех ребят. Памятник-то ладно, памятнику все равно. Вот с ребятами уже несколько хуже. Все-таки мертвые должны лежать в земле. Не надо трогать фраг и переписывать историю. И ладно бы сделать бы это официально, цивилизованно, договориться с Россией, устроить какие-то там пышные, ну как это делается, да, там с почестями перенести прав павших. Нет. Это было сделано варварски. Ночью все это дело было перекрыто. Потом там еще произошло куча всех негативных событий. Народ, естественно, возмутился. Дальше народ спровоцировали на агрессию. И доблестная эстонская полиция без жетонов начала свой народ бубинками. Причем никакого чрезвычайного положения не было. То есть никто ничего не запрещал. Это был просто скверик. Народ там просто гулял. И доставалось, как тем людям, которые реально были, ну, в чем-то видоваты, так и просто случайно. Причем огромному количеству. Посмотри ролик. Там на смартфоны это все снято. Это как бы бесспорные доказательства. Во-первых, полиция была без бейджиков. Хотя обязана была быть с бейджиками. Почему без бейджиков? А не на кого жаловаться. Кто тебя ослепил? Никто. Вот. И они хватали не только видоватых, когда толпу спровоцировали на агрессию, там были провокаты. Ну и тех, кто мимо проходил. В том числе и иностранцев. Хватали в автозаке и в D-терминал в порту. Где вообще в нечеловеческих условиях с закопанными стяжками за спиной и руками, да, они там на методном полу стояли. Жесть, короче. Ну, опять же, посмотрел, что-то есть. Потом, естественно, еще один момент. Когда памятник переносили, есть версия, что его вообще распилили, а потом ноги приварили. Ну, приварили без швов, свечку держал. А вот что зверски невежливо и неэтично это было сделано, это же память. Тут же огромное количество народу, у которых там отцы, деды воевали, погибли. Не знаю, как так вообще можно? Ну, понятно, как можно. За деньги, естественно. То есть в грязных политических играх, да, и ради интересов корпораций. Все, оглядываюсь, не повяжут, ни туда вряд ли. Вот, так оно все и произошло. Потом было подано огромное количество жалоб на превышение служебных полномочий, но все эти жалобы споткнулись обо что? Скажите, пожалуйста, а какой полицейский вас обидел? А у него бэджика не было? Нет, такого не может быть. Вы что, полицейские не ходят без бэджиков? Это лично выступал, ну, это, главный силовик, да, там, глава МВД, полиция или как-нибудь, ну, неважно, суть-то уже понят. Вот так. Вот. В итоге все жалобы, которые пошли в эстонские суды, они все результаты не имели. Никаких мер было не принято. Ну, далее в агрессии обвинили русских, там, лидеров движения «Ночной газов» не будут суть, я не буду. Но потом было очень весело, а именно, что этих главных затейщиков, их эстонский же суд потом оправдал, то есть, как бы, нету беспорядка зачинщиков. Там вообще тупиковая версия не получилась. Вот. И в итоге получилась очень мутная история, где куча народу пострадала, причем случайные прохожие. Там и иностранцы были, мимо проходили, их хватит в автозаке, в терминал Д и бить дубинками. Ужас вообще. И с тех пор начался бронзовый раскол, да, то есть, в одной стране испокон веков жили два народа, эстонцы и русские. Делить им по большому счету было нечего. Но с этого момента появилось что? Касательно проблем экономических, рассорились с Россией, тут уж не знаю, чья инициатива, Путину это тоже было выгодно. И прекратился транзит. То есть, Эстония, она была крайне выгодно территориально расположена и сейчас. Российский выход к Балтийскому морю. И по железной дороге через наши порты шли миллионы и миллионы долларов. И Эстония с этого имела, просто удачно находясь. Всех все устраивало, и было большое количество рабочих мест на железной дороге. Я сам там жил. Тоже будет ролик, я расскажу, как поломали транзит. А у меня папа в порту работал, в Талинском. И то же самое. Порты закрыли. Железная дорога практически слилась. Я там несколько цитаток из Википедии приведу. Ну и ссылочку, сам посмотрим. А польза-то какая от всего этого? Ну вот кому? Что, легче стало, что теперь этот бронзовый солдат не там, а в другом кладбище? Вот серьезно. Зачем это делать? Да это просто Горбачев в другом масштабе. Родину продал. Вот и вся сказка про белого бычка. Здесь, думаю, достаточно. Продолжим еще вот на месте. На Марьямяге. Лес рубят, щепки летят. Одни творят дичь, другие от этой дичи страдают. Грустно все. Конечная точка нашего сегодняшнего маршрута, друзья. Монумент Марьямяги. Тут столько всего понамешано, что вообще сложно рассказать, с чего бы начать. Поэтому начнем сначала. Поднимемся туда. Там у нас вход. Сверху вроде какая-то там оплавленная танковая броня или что-то подобное туда чуть позже. А сейчас расскажу про сам комплекс. Ну, здесь все перекрыто. Типа там просыпается. Тут фиг знает, чья вина. Сложный вопрос. Эстонцы, они хотя бы травку на газонах подстригают. То есть у меня сразу возникает вопрос. Ну, хорошо, а почему Россия не приведет данный монумент в порядок? Кто им мешает-то? Я не думаю, что эстонцы бы возражали. Но имеем, чего имеем. Осторожно. Опасность. И все такое прочее. Сейчас подойдем к невечному огню, который был вечным. Итак, раньше этот комплекс был посвящен воинам, павшим в битве с фашизмом. Однако теперь он превращен в какой-то цирк. Я тебе расскажу подробнее. Но начнем все-таки отсюда. Раз уж можно. Символично получается. Вот он. Невечный огонь. Сначала, с того, как было в оригинале. Вот комплекс. А вот это вот назовем ее аллея памяти. Каждый из этих камней – это эстонская воинская часть. И тут написано, сколько человек эта воинская часть потеряла. То есть, понимаешь, это не цифра на камне. Это человеческая жизнь. Каждый из них умер для того, чтобы мы с тобой могли жить. И наслаждаться свободой. Помни об этом. Как видишь, мир не без добрых людей. И цветы сегодня, 9 мая, тут лежат. Я немножко прочитаю. Эстонская стрелковая дивизия. Отдельный танковый полк. Корпусный артиллерийский полк. Потери 27-154. Армейский минометный полк. Потери 104. Истребительный авиационный полк. Был и такой. Потери 404. Армейский истребительный противотанковый артиллерийский полк. 884. Гвардейский штурмовой авиационный полк. ВМФ 7. Самоходный артиллерийский полк. 952. Отдельный моторизированный подтонно-мостовой батальон. Инженерный, вероятно. 62. Там еще и значки соответствующие. Гвардейский авиационный полк пикирующих бомбардировщиков ВМФ. Военно-морского флота. 12. Отдельный разведывательный артиллерийский дивизион. 625. Истребительный авиационный полк. 159. Самоходный артиллерийский полк. 806. Минно-торпедный авиационный полк. 51. Гвардейский минометный полк. 40. Гвардейский артиллерийский полк. 184. Самоходный артиллерийский полк. 294. Отдельный танковый полк. 45. Отдельный разведывательный авиационный полк ВМФ флот. 15. Гвардейский стрелковый полк. 191. Стрелковый полк. 468. Пушечная артиллерийская бригада. 81. Гаубичная артиллерийская бригада. 58. Штурмовой авиационный полк. 999. Штурмовой авиационный полк ВМФ. 35. Штурмовой авиационный полк. 703. Что-то многовато для авиации. Отдельный полк связи. 34. Эстонский стрелковый корпус. Эстонский, понимаешь. 8. Гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк. 394. Корпусный артиллерийский полк. 157. Приказом верховного главнокомандующего 22 октября 1944 года войсковым частям советской армии присвоено наименование Таллинский. 30. Вот это у нас оригинал. Как оно было. 32. А дальше началось что-то странное. 33. И появилась вот эта черная непонятная штука. 33. То есть, как это называется-то? 34. Монумент памяти жертвам коммунизма? 34. Что-то такое. Не, я, конечно, понимаю, что коммунисты были не ангелы и что все это как бы имеет место быть. Но зачем здесь? Почему именно здесь? Почему не в другом месте? Этого я не понимаю. Это я тебе тоже покажу, чтобы быть объективным. Здесь у нас три флага. И кресты. Это уже немецким воинам. Но про это чуть позже. Давай посмотрим, что из себя представляет этот мемориал. Итак. С лестницы, туда мы, с твоего позволения, не пойдем. Вот. Кстати, на трех языках русский тоже есть. Здесь увековечена память офицеров Эстонской Республики, сражавшихся в освободительной войне 1918-1920 годов. Служивших в составе силы обороны, пограничной охране и в Союзе обороны. По этой причине они были убиты советскими оккупационными властями или погибли в заключении. Военные элиты Эстонии, герои освободительной войны, были одними из первых, кто стал жертвами террора летом 1940 года. Террор против эстонских военнослужащих продолжался во время Второй мировой войны в Советском ТЛУ и после войны на территории Эстонии. Большинство находившихся на действительной военной службе генералов и старших офицеров, а также более 500 младших офицеров, офицеров запаса и в отставке, были арестованы и расстреляны и умерли в заключении. Жертвами советского террора стали 801 действующий офицер и военный чиновник, что составляло четверть всего офицерского корпуса Эстонии. Примерно две трети из них участвовали в освободительной войне. Среди них было 198 кавалеров креста свободы. Ну и, соответственно, имена высечены на данной памятной доске. Здесь, если что, звание лейтенант, а не по порядку, то есть мы идем с хвоста, понимаешь. Капитан. Майор. Это, вероятно, полковник. И вот в самом верху там генерал Юхан Лайденер. И здесь страшная вещь. На камеру это показать сложно, но мы попробуем. Здесь стена, как будто бы пулями изрештенная, расстрельная. И вот, видишь, из каждого такого отверстия смотрит человек. Пойми меня правильно, я не оправдываю коммунизм и советскую власть. Но я считаю, что этому монументу не место здесь. Его нужно было где-то в другом месте поставить. Однако, имеем, что имеем. Дайте вы мертвым. Спать спокойно. Они это заслужили. Не надо их выкапывать и делать их жертвами очередных политических интриг в борьбе за власть. Или же жертвами очередной войны корпораций за прибыль. Война это всегда очень выгодно. В войне побеждает не тот, кто сражается. В войне побеждает тот, кто продает оружие обоим сторонам. Угадай с трех раз, кто это был. Однако, почему-то, их не считают палачами. Палачами считают исполнители. Внутри вот этой вот стены, с твоего позволения, туда не пойдем, там, ну, это у нас именитые, а там внутри, стена памяти, там туннель, я тебе его покажу, вот, там огромное количество людей, ботыльков, чьи жизни сгорели в гарнире большой игры. Уничтожение стены скорби, основные места расстрелов, заключений поселений эстонцев, политические аресты во время первой советской оккупации, депортация из Эстонии в Россию 41-го года, уничтожение политической элиты, террор против государственных служащих, массовые расстрелы. И все это, конечно, правда, да только часть правды. Во-первых, до 1912-го, поправьте меня в комментариях, все мы были одной страной Российской империи. С этого момента прошло сколько? 110 лет? И надо же, независимые эстонцы. Эстонцы до 1900-го года называли себя Маарахвас, народ земли. Самого понятия эстонец и национальности не было в принципе. И за то, что они стали народом и сплотились, можно сказать спасибо. Россия, я не про коммунизм. Коммунизм, естественно, ловушка. Коммунизм не настоящий коммунизм, а тот, который был. То есть, по сути, капитализм, рабовладельческий строй. Вообще, никогда и нигде не было никакого слуроя, кроме рабовладельческого. То есть, как бы рулит, наслаждается жизнью всегда элита. А рабы работают. Поэтому я не оправдываю коммунизм, но не там врагов ищем. Не там. Вот это вот очень символичная штука. Вон, стена памяти. Там тысячи мотыльков. Я спущусь и покажу. Которые сгорели. И это, конечно, все очень печально. Но это только часть правды. Например, я бы здесь еще один мемориальчик поставил. А именно, мемориаль жертвам фашизма. Разве это было бы несправедливо? Знаешь, как душевно эстонцы истребляли евреев? Настолько душевно, что было уничтожено 99,99. Понимаешь? Всех евреев. Выжили только те евреи, которые отступили с красными войсками. Те, которые здесь остались, их все эстонцы дружно повязали и отдали на растерзание Гитлеру. Вот такие они, добрые эстонцы. Так почему же нет этого мемориала? То есть, если уж говорить правду, так правда должна быть всесторонней, а не однобокой. А так вырываем из контекста цитаты. Спущусь, я покажу тебе это. В день это смотрится еще эпичнее. Вот эти мотыльки. Тысячи и тысяч мотыльков, которые сгорели в горниле войны. Война это самое отвратительное, что придумало человечество. Однако человечество, по-моему, больше ни на что и не способно. Есть версия, что человечество это вирус. И хочет этот вирус только одного – размножаться и пожирать все кругом. И не остановится, пока не сожрет всю планету. В таком случае человечество обречено. Но мне очень хотелось бы верить в светлое будущее. То, что человек изначально не является тварью, свиньей и животным. То, что человек все-таки разумный от слова разум. Человек поднимает, что счастье в единстве, в сосуществовании, в мирном сосуществовании всех народов. Но был когда-то Вавилон, видать человечество куда-то не туда полезло. И перемешали нас. И с тех пор у нас работает одна и та же система. Разделяй и властвуй. Как это действовало во времена египетского жречества, так оно действует и сейчас. И поэтому в Эстонии живет два народа – русские и эстонцы. И при этом систематически натыкаешься на цирк. Когда стоит заговорить по-русски, как на тебя начинают смотреть, как на врага. Ребята, вы что? Я здесь родился. Я здесь прожил всю жизнь. Я был совсем маленький при советской власти. Какой я вам оккупант? Я такой же гражданин, как и вы. И все это, конечно, очень печально. Вот он, стена памяти, туннель памяти. Сложное место, очень мрачное. Мы начали с хвоста. Видишь, тут не все плитки заполнены. Потому что огромное количество людей так и осталось ненайденными. И числются пропавшими без вести. А там речь идет о десятках тысяч. Ну вот, кого нашли, того записали вон на тех плитах. И ходят тут родственники. Вспоминают. От большинства этих людей остались только имена. Грустно все это. Здесь идет описание, при каких обстоятельствах. Ну вот, например, тюремное заключение, депортация. Последнее известие о многих жителях Эстонии. Они пропали без вести, потому как покоятся в безымянных могилах на заброшенных кладбищах. Ну и так далее. Здесь огромное количество имен. Я тут зарыдаюсь и буду всех читать. Причем, чтобы ты понимал масштаб, на этой стороне тоже. Сделано специально так, чтобы в конце этого мрачного туннеля был свет. Будем надеяться, что он все же есть. И все это, конечно, правда. Но это только часть правды. Почему СССР был вынужден оккупировать Эстонию? Да потому что в случае войны с Германией, которая по итогу и произошла, не сделай он этого, Эстония перешла бы на сторону Германии, что и произошло. И, возможно, именно это Эстония-то навряд ли стала бы последней каплей. И тогда фашизм бы не удалось победить. И был бы другой итог. И мы бы сейчас все говорили по-немецки. Вы, господа эстонцы, можете говорили бы, а мы, русские, нет. Потому что в плане Барбароса числилось, что привилегированная раса арийская, прибалтов можно сделать так и быть рабами, а нас, русских, уничтожить до последнего человека. К счастью для меня, иначе бы я с вами не разговаривал, этим планом не суждено было сбыться. Поэтому еще раз вечная память героям, отдавшим свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить, смотреть на свет. Эсти коммунизме рехвет, ну, то есть памяти коммунистическому террору, что ли, монумент памяти. Это вторая часть, а теперь смотри третью. Это уж вообще, прости меня за серьезную тему, но анекдот. Аллея памяти советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом. Монумент жертвам коммунистического террора. И, внимание, третья сторона треугольника. Немецкое кладбище. Это же гениально. Я долго копался в архивах, откуда оно взялось. Оказывается, было изначально. Ну, здесь же были бои, соответственно, немцы тоже хоронили своих павших воинов. И вот здесь в советское время его почистили. Ну, что же это такое-то? В одном и том же месте лежат солдаты обоих противоборствующих армий. А теперь снова восстановили. Вот тут сложно мне сказать, кто тут прав. Понимаешь? И эти солдаты, и эти солдаты. Одни красные, другие черные. Да, цвета разные. И те, и те были достойные люди. И те, и те мужественно сражались за идеалы, в которые верили. А по сути убивали друг друга ради обогащения олигархов. Как и в любую войну. Кладбищ в Эстонии много. Я, например, жил в Кохлояре, и в Ихве рядом есть. В моих ранних роликах. Вот, видишь? Тут, кстати, до русского нет. Логично. Немецкое кладбище. Там лежат всякие безымянные. У них, видишь, тройные кресты. Немцы-католики, если что. А здесь тоже имена солдат и офицеров. И тоже венок, который лежит здесь 9 мая. Но он официальный государственный. Что-то я не заметил, чтобы сюда много кто нес. Но опять-таки... Если взять две самых достойных нации воинов в современном мире, то это немцы и русские. Делить нам, по большому счету, никогда было нечего. Ну, коварная третья сторона. Да. Со звездно-полосатым. И еще одни. С королевой во голове. Вечно стравливали нас между собой. Разделяй и властвуй. Прошли тысячи лет. А что изменилось? Ничего. Что же сказать в заключении? Глядя на этот не вечный огонь, давайте, как и много лет назад, почтим минуты молчания память тех, кто не пожалел жизней, чтобы спасти человечество от фашизма. Вечная память героям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друг, кто бы ты ни был, огромное спасибо тебе за то, что досмотрел это видео до конца. Пожалуйста, друг, помоги распространить эту правду. Пускай ее услышат как можно большее количество людей. От этого зависит не только твоя жизнь или моя, от этого зависят жизни всех людей на Земле. Чем больше людей осознают правду и начнут думать своей головой, тем больше у всего человечества шансов выжить. Что конкретно ты можешь сделать? Первое. Посмотреть этот ролик до конца и поставить лайк. Уже огромное спасибо. Второе. Написать осмысленный комментарий. Напиши, что ты вообще обо всем этом думаешь. Кто виноват? Кто хороший, кто плохой? Твое мнение. Расскажи историю своих родственников. Ведь твоих родственников так или иначе тоже коснулось. Это великая война. Расскажи эту историю, пускай ее прочитают в комментариях. И самое важное, друг, сделай репост. Выложи этот ролик куда-нибудь в свою соцсеть. Пусть его увидят. Огромное тебе спасибо. С уважением. Ваня Сеничев.